Алло, да, Паш, здрасте. Ну, у нас все в силе, да? Да, ну все, я где-то к трем, может быть, чуть-чуть позже подойду. А куда идти? Все, я понял, спасибо, до встречи. Всем привет, я Александр Рогов, вы на моем YouTube-канале, это Рогов Live. Что вас сегодня ждет? Вас сегодня ждет шопинг-влог. Мы вместе с Шу отправляемся в ЦУМ. И сегодня мы глобально подготовились к влогу. Нас сегодня ждет примерочная в стиле VIP. Шопинг дело непростое. В самом ЦУМе. И кто знает, я, может быть, не только сегодня что-то примерю сумасшедшее, но еще и куплю. Молодец. Так что это полноценный шопинг-влог с рассказами о дизайнерах, с ресерчем всего того, что есть в ЦУМе. В ЦУМ уже приходят новые коллекции, посмотрим, что же там такого есть интересненького, прекрасного и невероятного. Ну и давайте, пока я вам расскажу, о чем я сегодня одет. На мне сердце океана от одного из моих любимых брендов. Вэтмо, Ватман или Веттименс, если хотите. На мне пальто Дрисваннотен. На мне толстовка укороченная Рогов Шоп. Бренд Александр Рогов. Рогов. На мне футболка Balenciaga. Брюки спортивные Y3 Adidas. На мне белые носки Adidas и мои любимые треки от Balenciaga. И вот такая сумка, которую вы уже успели увидеть в моем новогоднем влоге, это квадратик Louis Vuitton. Ну все, пойдемте в ЦУМ. Шу, ну твой образ тоже нужно продемонстрировать. Шу сегодня просто самое яркое пятно в розовом цвете. Самый модный цвет будущего сезона. Розовый? Да. Фуксия. А ты не знаешь, какой бренд на стене цвета Фуксии снял свой лукбук? Блин, дай подумать. Александр Рогов. Ура! На улице грязище жуткое. Пойдем в царство моды. Да? Да. Ой, мы скоро прилетим. Спасибо. С Хабаровска. Привет мне передают. Мы от Хабаровска скоро полетим. Говорят, там вылеты такие неудобные, кстати. Видел телефон? Самый слой раскрывает. Пойдем посмотрим. Да. Вот, смотри. Не хочу этого. Но говорят, что лучше подождать. Моторолу. Розерва 3. Новый. Будет дольше. Вообще, это прикольно. Очень. Алло, Жан-Поль? Your show was marvelous in Moscow. Yeah. Thank you for coming. Yeah. Bye. Hi. Ну, Жан-Полью позвонил просто сказать, что его шоу в Москве было. Потрясающе. Кстати, напишите в комментариях, были ли вы на шоу Жан-Полью Гатьефрик шоу в Москве. Мне очень понравилось. Все, пойдемте идти в примерочный. Нас там ждут. Совершим маленький осмотр магазина, а потом будем примерять лучики. Дальше. Вообще, первый раз ваш вид примерочный? Да. Сколько я в сумме все купил, перекупил, примерочный вид не был ни разу. Значит, все впереди. Ой. Да, все впереди. Кто тогда сейчас, как крокодила, наверняка будет. Добрый день. Разница. Да, так, мы пошли по ТЭПу. Что-то отсюда у меня уже и нет. Это симпатично. Рубашка такая, дровосека. Так, мне нужно все в 52 или 54. Пиджак. Мне тоже нужно 52 или 54. Пиджак по ТЭЛЕВИ. За 235 тысяч. О, это для тех, у кого жирочек на животе завязался. Уплотнитель, видите, впереди. И не будет ничего пролегать. У меня он завязался. Ну, фототочка такая миленькая. Да, давайте. Ну, сегодня у нас сопровождение, как вы уже поняли. И нам помогают с тем, чтобы все вещи, которые мне понравятся, транспортировать уже и примерочные, где будем пили пучки. Но пока я не уверен, что мы прям лучков напили, будем просто мерить одежду и решать, что нам нравится, что не нравится, и что надо взять. О-о-о-о, это бомба. Вот это не надо. А вот это? Вот это еще очень надо. И мне нужно больше точно, потому что это 50. Нужно прям 54 или 56. Чем больше, тем лучше. Да, и вот это, конечно, все красиво. Мне нравится эта первая коллекция. Для меня, конечно, вообще нефункционально, я с большими сумками не хожу. 160-ти сумка. Ну, это такой statement piece, такая сумка-заявление. Может, примерочную возьмем? Давай. Давайте я возьму примерочную зипку, мы тогда посмотрим. Ну, и съезжу, у кого есть деньги, обычно с пузом. Давайте 50-ку. Вы нас поймаете где-нибудь? Мы в ту креативную зону пойдем. Ну, в то Чикапано я не пойду. Ну, я, например, не фанат бренда Ухвайт, но вот это очень прикольно. Вот это я танчу. Просто такие серые штаны в самолете летать. О, цены супер, 25 тысяч. Вот это мне тоже надо. Это Сережа. Привет. Сереж, ты пробуй флайф, здоровый со всеми. Сереж мне помогает здесь иногда с покупками. Тут нашел сельдку. Да. А это наш, это Баленсиага. 52-й. Вот наш. Очень мне нравится, что Баленсиага повторно использует свои ткани. Вот у меня ровно из этой же ткани есть жилет и парка. Причем это старая коллекция, наверное, года два или три уже. Здесь есть брюки из этой же ткани. Это прям май стайл. О! Сережа, и вот это тоже. О, это круто. Хорошо. А давай тогда костюм. Вот так. И даже брюки. Когда мне брюки нужно 50, шорты 50 или 52 и биджак большой. Ладно. Ну вот. Шопинг сейчас так пойдет. Вот мы сейчас там посмотрели треники Off-White за 25 тысяч рублей. А здесь есть тренингкие Баленсиага за 47 уже. Представляете? Какие разные цены у брендов, которые делают вещи похожие. Ну, например, серый свитер Робов Шоп с брюками Трис Ван Нотен. 50 здорового размера. Можно их взять. Ну, вот это, конечно, феерично будет. Нужно смотреться. Смотрите, такая катажная футболка с люрексом. И к ней же есть вот такие известные катажные шортики. Например, в Дубае можно поехать и включать мой день рождения в конце марта. Это будет отличный наряд для дубайской вечеринки. Шорты 46 тысяч рублей. Вверх 43. Нет, не надо. Так, это Марни. Марни не совсем мой бренд, но если вы смотрели показы, то показ с осенью-зима следующего года Марни – это просто взрыв. Это такой рок-н-ролл. Бренд вообще по-другому теперь выглядит. И я вам честно скажу, уже пару вещей с подиума заказал. Поэтому будем ждать, когда они придут в Zoom. Но если к Марни относиться не как к бренду минималистичному, с какими-то сложными фишками, то здесь можно найти достаточно простые и понятные вещи. Например, классные брюки, залуженные морковки. Такие тоже везде найдешь. И у Марни достаточно. Марни стою. У Марни пробую брюки Джоз Андер. В общем, вот эти брюки синие классные. Такие я себе уже купил. К чему я, собственно, вел. Потому что даже если бренд вроде бы про минимализм, там можно найти вещи более сложные. Или наоборот. В бренде сложно. Можно найти всегда что-то простое и базовое. Еще ватман просили. Все ватман не поповеряемся. Мезон Маржела. Я, кстати, жду уже полтора месяца посылку из интернет-магазина Мезон Маржела. Мезон Маржела. И мне она все никак не придет. О чем это говорит? Что онлайн заказывать я ничего не буду. Я даже не помню, что я заказал. Даже не помню, зачем. А все еще жду. Поэтому, мне кажется, лучше прийти в офлайн-магазин, все посмотреть, померить и купить. Красиво, да? Это очень круто, да. А размеры есть, Сереж, не знаешь? Уважаемый Сергей, а вы не знаете, есть больше. Ну понятно, что было бы круто, если бы она была гипер, а бы оверсайз. Прям максимально оверсайз. Чтобы всем оверсайзом оверсайз. Здесь шорты полицейского. А еще многие у меня спрашивали, откуда у меня мой бомбер ватман, как откуда из ЦУМа. Помнится с такими нашивками? Вот бренд повторил почти такой же. Только на моем есть еще такие бумажные нашивки из реальной бумаги. Сейчас есть такой без бумажных нашивок. Их чуть меньше здесь, как на домбомбере, который у меня уже имеется. Кстати, все бомберы ватман обычно двусторонние. То есть, вы покупаете одну вещь, покупаете две. Цену найти не могу. Тут часть вещей, которые продаются, у меня уже есть. Тут есть вот такой пиджак с такими флуоресцентными буквами в готическом стиле. Смотрите, штаны одинаковые сделаны, совершенно разные бренды. Я взял уже Off-White. Смотрели в Balenciaga. И есть ватман за 39. В общем, выбирайте те, которые вам по карману. Вот Recollens еще здесь есть. Мне кажется, сейчас будет такое глобальное возвращение бренда Recollens. Нишевого, такого, даркового. Recollens мне нравится. Но я не очень нравится Recollens. Видимо, не на мою виду уровень брендов. Я не знаю, что хотя бы, посмотрите. Вроде бы Recollens концептуальный бренд. При этом в нем вы тоже можете найти вот такие достаточно понятные, классные, классические, практические брюки. Просто на кулиске, вот с таким фирменным штурмом. И такие брюки, внимание, будут стоить 44 тысяч рублей. Вот, вот что мне нравится. Кстати, это очень прикольно, смотрите. Это футболки боди мужские. И я на манекене видел, что футболка просто надета сверху. Это просто висит как декор. И думаю, что это на самом деле прикольно. Это, я так понимаю, даже коллаб Recollens и Champion. Вот бренд. Да, Recollens и Champion. Интересно, а размеры есть? А вы можете узнать, у них нет вот такого большого размера. Шорты пока не хотят покупать. Шорты мне нравятся, но хочется купить то, что я могу сейчас уже надеть. А в шортах сейчас особенно не походишь. Кстати, альтернатива брюкам, которые на мне сейчас. На мне Y3. Я здесь, кстати, их в ЦУМе покупал. И здесь есть вот такая альтернатива. Таким брюкам они укорочены. С такой низкой мотнёй. В них очень удобно ходить. И мне они нравятся, они из плотного хлопка. Потому что эти симпатические ткани. И вообще, линейка Y3. Йоджи и Мамото и Adidas. Мне очень нравятся. 12500 стоят такие брюки. Заметьте, я совершенно разный уровень цен. Я вам сейчас называю. Поэтому не надо бояться ходить в ЦУМ. Здесь можно найти и премиум сегмент по очень высоким ценам. Например, свитер по Тегу Венето. Рыжий, который я уже, к примеру, очень много просил отнести. Стоит 130 тысяч рублей. При этом вы здесь можете найти брюки за 12. Я понимаю, что это не масс-маркет. Но 12 тысяч рублей это уже та сумма, которую многие себе могут позволить. А это что? А это другой бренд. Это Isabel Benenato. Isabel Benenato. Не, наверное, Benenato, Benenato. А вот это я возьму. Вот эти я возьму. Можно, если это прям XL-ка какая-то, мне тоже можно. Я всегда там резиночку подтяну, подвяжу и будет нормально. Ладно? Так. Мы хотим идти куда-то там типа кучи. Скандальный долг. Ну, кучи, конечно, это просто такое все сложное. Я уже откуда. А любовь-то какая была, да? Да. Я уже даже знаю, как будет называться этот влог. Вернулся к кучи. Ну, конечно, если покупать, я считаю, это вот такое. Привет. Я вернулся. Пойдем дальше. Вот, смотрите. Прикольно выглядит? Очень, да. То есть, когда навешиваете, это боди висит, оно выглядит как непонятное боди, зачем вам надо. Но на выпуск это выглядит очень интересно. Как раз таки можете собрать такой многослойный комплект. Это может быть пиджак, спортивные брюки, а сверху висит вот это не застегнутая, простите, боди. Так, смотрите. Что касается Off-White. Вот вам сам кажется, что Off-White это кроссовки, кеды, маски на лицо. Я сейчас, кстати, примерить планирую. Красиво? Да. Маска Off-White стоит 5250 рублей. Мне кажется, надо взять, да? Ну и, конечно, до сих пор в магазине продается вот это. Это самый подделываемый, наверное, тканевый пояс в мире. Это пояс ремень Off-White за 13600. А здесь можно вон что найти. Очень прикольный пиджак. Смотрите, с такой интересной, асимметричной застежкой. И мне нравится, что он из винтажной ткани. Ну, хотя, не совсем мое, конечно. Но пиджак прикольный. Если вы хотите купить себе пиджак, но не хотите носить классический, вот, пожалуйста, есть альтернатива в Off-White. Здесь еще какой-то прикольный элемент на рукаве. Типа бирки. Вот, не знаю, ее надо отварить. Очень симпатичный. И брюки еще есть. Ну, для меня, короче, Off-White слишком сложно. Очень много брендинга и много сложных элементов. Такая цветная скрепка розовая. Здесь карманы, здесь контрастные лампасы. Ну, и вот, кстати, косуха. 154 тысячи рублей стоит. С потертостями, тоже с какими-то тарусами на рукавах. Но это не сложно. Здесь неоновые брызги присутствуют. Продолжают будоражить умы, стилистов и стилисток. А где мой телефон? Надеюсь, в пальто, да? Надеюсь, да. А Селин мужской мы с вами не посмотрели. Ну, мужской Селин на очень-очень-очень-очень худых людей. Ведь они из их числа. Поэтому Селин смотреть, в моем случае, даже бессмысленно. И, конечно, как-то глобально Balenciaga представлена в ЦУГе. Мы смотрим два, три, целых четыре огромных кронштейна. Balenciaga любят. Я один из ценителей бренда. Прикольно. Для Александра Иванова. Джинсы Amiri очень дорогие. Сейчас мы с вами узнаем, сколько эти джинсы стоят. Чего и требовалось доказать. Как думаешь, сколько? Больше ста. 132 тысячи. А еще мне нравится в ЦУМе новая фишка, что прямо в проходах стоят манекены. И люди на них наталкиваются. И вынуждены их разглядеть, рассмотреть и обратить внимание. Это очень тонкий подход. Живанши. Честно говоря, когда я из Живанши ушел, Рикардо Тиши, и пришел новый дизайнер. Клеер Кейлера. Я надеялся, что бренд глобально изменится. И я снова захочу его носить. Но бренд остался очень спортивным. И здесь для меня практически ничего никогда не бывает. Но при этом вот сейчас я обнаружил симпатичную косунку. Есть костюмная группа. Вот, например, прикольная фишка. Издалека вам кажется, что это полоски. А на самом деле это надписи Живанши, Живанши, Живанши. Такой тонкий брендинг. Так симпатично выглядит. Издалека просто полосатый костюм. А вблизи брендинг. Вот этот пиджак мне очень нравится. Давно. Сейчас спросим, есть ли его размер симпатичный. Я даже с такой толстовкой его наделал. Истробить не будет? Ну, да. Более всего я задал вопрос такой. Может быть, кто-то из вас даже не понял, что он значит. Будет истробить. Я часто снимаюсь в своей программе «Рогов в городе» в своей одежде. И когда ты работаешь на телевидении, ты должен учитывать несколько нюансов. Это цвет одежды. Желательно минимально черного использовать. Либо если черный, то с какой-то текстурой, чтобы преломлялся свет. И было видно, например, сложность изделия. И желательно отсутствие тонких полосок, тонких пересечений линий. Потому что здесь они достаточно тонкие. Их много. И на общем плане, когда меня снимают в полный рост, на вещи может пойти такой муар или строп. Это еще называется. И в телевидении это считается браком. И нас могут за это поругать. Давайте заглянем в Сен-Лоран по соседству. И там же рядом Александр Маккуин. Здесь еще есть Валентина. Но Валентина очень плохо на мне садится. Но я вижу кое-что, что надо посмотреть. Смотрите, это красиво, во-первых, по цвету. Такой летний костюм из хлопка. Трюки и пиджак. Мне не очень нравится майка внутри. Вот нужно просто заменить топ. И будет симпатично. На загаре еще это красиво будет смотреться. У нас грустный топ получается, да? Нет, не грустный? Нет. Мне кажется, веселье начнется, когда ты мерить все это начнешь. Да. Давай, пей быстрее, свеженький. Ням-ням-ням. Затывай сапоги, Саша. Ой. Шампанское еще одно. Сейчас мы быстренько здесь оглядимся. Потому что это сложная часть работы, когда тебе нужно увидеть весь товар, представленный в магазине. Выбрать то, что нужно тебе. Плюс нам реально придется сделать второй круг, чтобы взять какие-то дополнительные вещи, чтобы взять обуви. И там уже может начаться веселье. Но Sonoran тоже не мой бренд. Я Sonoran вообще не ношу. Но я считаю, что если покупать себе косуху по фигуре, а я считаю, что косухи в гардеробе должны присутствовать в двух видах. Первое – это косуха по фигуре идеально на вас сидящая. То такая косуха должна быть в Сен-Лоран, если у вас есть на это бюджет. Поэтому классную, хорошо сидящую куртку косуху я бы рекомендовал купить именно в Сен-Лоран. Это вещь на века просто. И это изделие. 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 В общем, Сен-Лоран косуха – это такой главный statement piece. Ну, а все остальное – это уже опять на очень-очень-очень худеньких, тоненьких, высоких людей. Я сейчас вам покажу то, что я хочу, но нет таких. Хотите? Да. Ты же когда-то ходил в таких. Ну, когда-то я вообще только в таких ходил. Ну, на море это классно. Короткие шорты на цепью, какую-то объемную футболку или на стойку и всего вперед. Сразу предупреждаю, не дешевое, наверняка, удовольствие. 35 тысяч рублей. Я бы купил. Тем более, есть чем покластаться. Во! Вообще бомба, да? Угу. Красиво? Очень. А примерочная какая здесь отведенная? А есть размер, да? Вообще, 52, но он маленький, визуально. Просто, если есть больше, попросим тоже. Ой, ну костюм, конечно, мечта тусовщика. Прям вот прийти и там, где будет еще такой цвет дополнительный, искусственный, это просто бомба. Ну, или если вы на сцене выступаете, то нет, вообще все маленькие. Ну, это же не 52. Давайте поднимем важный вопрос размеров. Есть бренд, у бренда есть своя фитинг модель. И у дизайнера бренда всегда есть представление, кто его главный клиент или как выглядит тот человек, который должен в его одежде ходить. И если бренд люксовый, определенного уровня, у них всегда будет модель специфическая и модель, обладающая определенными параметрами. Вот, например, Balenciaga любит объемные, размашистые вещи. Они будут сидеть хорошо или, окей, не хорошо, а по-разному, на разном типе фигуры. И очень много оверсайза у бренда. А Saint Laurent, наоборот, про очень тонких таких худых мальчиков-моделей. И, естественно, одежда шьется из этих взглядов. Странно объясняю, да? Ну, вообще, фитинг модель Saint Laurent специфическая. Очень худые люди. Пойдемте в Макунче. Вот это очень красивая вещь, конечно. У меня, правда, тренчи в гардеробе множество невероятное, но можно попросить этот тренч примерочный на него посмотреть, потому что он прям классный. И этот тренч стоит 189 тысяч рублей. Посмотрите, идет имитация, как будто бы это несколько тренч одновременно. Черный, цвет хаки, сверху бежевый. Очень красивая детализация. Вот, смотрите, как здесь классно сделано, что один воротник переходит в другой. Вообще, какие-то красивые вещи. Ну вот, в Макуине 52-й, это 52-й. А не 52-й, который fits like 48-й. Вот, красиво. Смотрите, у всех брендов похожая идея. Тоже, видите, похоже, как у Макуина. Это уже Dior, с вот такой пристегивающейся деталью. И классно, что эта деталь, правда, пристегивающаяся. То есть, вот этот шелковый шарф можно убрать. Кстати, возвращение к истокам. Когда-то Джон Гальяно для бренда сделал так называемый print в газетах. И вот здесь, видите, Dior повторяет немножко этот узор. Кто там везде был, конечно, к истокам Гальяно. Интересно. Так, ну что, мы вроде бы по одежде все посмотрели, да? Все основные. Пойдем обувь в технику, да? А Филипп Лайн ты не посмотрел? Ой, Филипп Лайн. А вот он тут. А на шутике я не пойду. Хорошо. Что ты хихикаешь? Ну, без камеры туда сходим, да? В Лу Витон? В Филипп Лайн. В Филипп Лайн пойдем без камеры, да. Вау! Вообще-то сумма гениальная. Вы привезли то, что другие бренды, другие магазины боятся привозить. Это Margella Tabi Boots. 66 тысяч рублей стоит. Иванов такие себе в Париже уже прихватил. Я думал, что надо взять примерочную. И вдруг Tabi Boots появится еще и у меня. Смотрите, какие красивые белые казаки в атман. И мне нравится, что они еще выкрашены полностью здесь по подошве. И что интересно, это будет потом снашиваться. И в этом и заключается суть. Саша, а эти Tabi тебе не надо побольше? Они же много мерят. Я попросил 42. 43, может быть, даже. Очень можно 42 или 43. Потому что я их мерил когда-то, и у них специфический вход туда. И они падли не вроде бы 42, а на самом деле нужно 43. Что у них специфический? Ну там, специфический вход туда. Может, вот это пришло время примерить? Кроссовки, которые собрали как будто бы из совершенно разных частей других кроссовок. Видите? И все сверху приклеено клеем. У меня зовут Норжела, 89 тысяч 950 рублей. Может, вот такие, поверьте? У них что-то есть. Я бы в таких ходил. Смотрите, все торчат, как будто в таком режиме тяп-ляп они сделаны. Но в этом, собственно, и суть. Потому что бренд Margello, в частности, знаменит именно за счет деконструкции. За счет того, что вещи выглядят как будто недоработанными. Но это основная фишка. И вот эти, кстати, подешевле. 55-350. Вот эти хочу. Вот эти возьмем в Бальман. Я думаю, Филиппляйн захватил. Вот эти вот с шипами. Ой, это вообще бомба. Главное, что написано. Пляйн. То есть, если бы не было написано, я бы прям не стал брать. Вот эти, пожалуйста. На самом деле, мы сейчас смеемся над Филиппляйн. Но дело не в том, что я считаю, что это какой-то плохой бренд. Это бренд для своей аудитории. И если вам это нравится, вам нравится этот стиль, надписи, черепа, стразы, шипы. И вы любите такой стиль в трэш-режиме, то почему бы нет? Каждый микровый эффект, так как он хочет. Ты нравится? Да, очень. Сейчас чихну. Ой, очень здоров. Как Бог получится. Зайдет. Кстати, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И помните, что в течение суток после того, как видео вышло в эфир, я лично ставлю всем лайки. Иногда даже отвечаю на ваши комментарии. Кстати, я знаю, многие из вас спрашивают, стоит ли покупать ИПВС, надо ли их еще носить. Модные это в этом сезоне или нет. Смотрите, SSS треки Balenciaga уже не могут быть модными или не модными. Это просто знаковая модель бренда. Поэтому, если вы хотите к бренду иметь какое-то отношение, и при этом пока у вас одежды обуви бренда Balenciaga нет, то, возможно, стоит начать именно с этих моделей. То есть, это то, с чего может начаться ваша любовь к бренду. И вы можете именно с этой обуви начать бренд носить. Поэтому, если вам дизайн нравится, то да, вам не может нравиться факт того, что это модная обувь или нет. Вам должен нравиться дизайн. Мне нравится. Смотрите, вот я стою в треках белых, которые, кстати, покупал здесь. И смотрите, они выглядят почти как новые, хотя я в них хожу уже практически год. Вот состояние. Я их постирал недавно в стиральной машинке. Выглядят они отлично. Поэтому вам либо нравится дизайн, либо не нравится. Дизайн нравится – покупаем. Дизайн не нравится – не покупаем. Ответ прост. И вот это я еще возьму. Красиво. Смотрите, офигенные. Это дисквары 55200. Очень красивый мыс. Вот эти мне очень нравятся. Но единственное, что у меня есть несколько пороговых дисквар. Это не очень удобная колодка. Нужно, чтобы они прямо хорошо сели. И мне обычно в них сложновато ходить долго. Но это очень красиво. Можно вот эти взять. Вот эти кальфовые. Красивые. Вот можно попросить вот эти. Нам сейчас вношу вип примерочную. Да? Так, вот эти возьмем. И вот мне хочется. Рыжий свитер, наверное, да? Что-то разгадала. Коты моего стиля. Знаю твоё ДНК. Потому что если есть оранжевый свитер, должна быть маленькая оранжевая штучка где-то еще. А вот это если бы я надевал, то с чем бы я это сочетал? Я знаю с чем. Ты там бордовое какое-то вещичко взял. Убашку, по-моему. Ну что? А в Louis Vuitton. А. А нас пустят в камеру куда интересно. А мы войдем и все. Дрогу в шоп лучше. Дрогу в шоп дешевле, как минимум. А где шуба? Сейчас найдем. Ой, привет. Где у тебя перед подружкой? Привет. Добрый день. Здрасте. Очень уж мне нравится эта шуба. Я думаю, даже если она не пойдет ко мне домой, она должна сходить со мной примерочно. Потому что вы должны это видеть. Это шуба-халат из овчины. Просто бомба. Давно на нее смотрю. Ну что, мне кажется, первый этап влога закончен. Мы собрали вещи. И сейчас мы приступим к примерке. Что, шуба что ли? Я сейчас всех распугаю. Но все. Смотрите, какая красота за окном. Это вид из вип-примерочной ЦУМа. Ну, конечно, шоппинг дело непростое. Мы очень много вещей собрали. Плюс обычно, когда мы снимаем шоппинг-влоги, я что-то нахожу, сразу примеряю, описываю и мы идем дальше. Сегодня мы чуть сложнее придумали формат, поэтому вещи уже практически все здесь примерочно. Я их жду. Нам еще принесут оставшуюся обувь. Ребята все очень стараются. Это, конечно, такой серьезный подход к шоппингу. Ой, я готовлюсь к переодеваниям. Вообще, самая нелюбимая часть переодевания. Шу, ну как тебе шоппинг? Шоппинг, смотри. Какой лов. Вообще. Вот это жир. Это жир. Вот такой у нас лов. Куча обуви, куча аксессуаров, одежды. Все теперь это нужно перемерить и решить. Буду ли я что-то сегодня покупать? А сколько я могу потратить сегодня еще? Сколько на карте есть? Ну ладно. Ну микро-шорты Сен-Лоран возьму и хватит, я думаю, да? Ну все, 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 все. Ну вот подождите еще немножко и сейчас будем примерять. Все, хлопаю. Ну что, я обещал, что примерка уже начинается. Итак, я вам представляю первый образ. Здесь, конечно, мы далеко не пошли. Это костюм Balenciaga. Ботинки на мне, кстати, очень прикольные. Balenciaga. Смотрите, там грубая подошва и подошва пришита реальными шнурами к основной части ботинок. Мне очень не нравится. Похоже на гриндерсы, кстати. Когда-то у меня в 10 классе были гриндерсы черные. Я был в самом модном в школе. И мне нравится этот костюм. Очень классно, мне в нем удобно. И вы знаете, сейчас будет самое важное сообщение. На мне пиджак 48-го размера. Это очень приятно осознавать, что на мне не 50 и даже не 52. Пиджак объемный, с широкими очень плечами. И смотрите, какое интересное... Чего-то я выпил шампанского. Подожди, надо еще немножко. Итак, важное сообщение. Этот пиджак вы можете купить в комплекте... Да, самое интересное началось тренер, значит. Итак, пиджак можно купить отдельно. Пиджак можно купить с шортами. И пиджак можно купить с брюками. Я вам чуть позже их покажу. Потому что с этим брюком мы тоже придумали образ. Но с шортами, конечно, это выглядит по-особенному круто. И здесь могут быть и белые кеды, и грубые ботинки. И ботинки высокие, ботег Венита, которые у меня есть. Ну, в общем, костюм супер. Да. Шампанское еще одно. Спасибо вам большое. Оленька, это тебе. Спасибо, Саша. Ну, давай пей быстрее, свеженький. Ням-ням-ням. За два из сапоги, Саша. Ой, тут три шу. Шнурки, естественно, я бы завязал. Но просто сейчас не хочется. Очень много придется примерить одежды. Поэтому представляем, что образ финальный. Ну, естественно, здесь не хватает маски еще, мне кажется. Гиперфэшн. Ты бы так оделась? Да. И смотрите, я вам покажу. Здесь очень классная застежка у пиджака. Понятно, что можно носить его на распашку. А здесь есть вот такая деталь. Вот она. Именно к этой пуговице пристегивается. Пола пиджака. А еще странно, что здесь есть под пуговицу дырочка. Ну, сама пуговица. Ааа, вот ты где! Тогда 50. Тогда 50. Нет, подождите. Ой, Муран. Ай! Блин, сейчас будет так. Так, подождите. В общем, Ран радовался. В общем, пиджак 50. Сейчас мы сделаем то, что нужно. Ооо, вот в чем фишка. То есть, вы носите его на распашку. Это объемный пиджак в стиле 80-х. Потом вы делаете вот так, как придумал Дэмнов, любименький. И вот это пристегивается у нас вот сюда. Блин, тогда 52. Конечно, к некоторым вещам нужна реальная инструкция по применению. В общем, он таким образом получается очень узким здесь. Видите? Красиво, кстати. Такой. Кривость на кость как будто. Сейчас. Так, мне кажется, слишком много внимания этому образу. Я предлагаю быстро перевоплотиться. Я переобуюсь. И поменяю верх. На мне останется эта же футболка и эти же шорты. И, возможно, сейчас я даже сделаю это при вас. Так. В общем, пиджак, если что, 50. 48. Убираем. 48. Прости, но ты мне мал. Мы наденем сейчас... Рубашку. Я, кстати, ничего заранее не примерял, поэтому что-то сейчас может пройти не так, как мы планировали. Привет. Так. Я, кстати, специально сходил, купил носки. Рубашка будет маловато, наверное. Да, рубашку, конечно, хотелось бы... Хотя она по вороту и по объему мне как раз. Вот, смотрите, полностью застегнется, но такую рубашку застегивать не надо. И я замиксую сейчас это банальным образом с... вот такими бордовыми. Ну, вот такой лучок. Рубашка из плотного шелка. С атласным таким эффектом. Для того, чтобы рукава не казались слишком короткими, я всегда просто погребаю манжеты наверх. И рукава становится рукавами три четверти. Прикольно? И цвета мне такие нравятся. Я очень люблю такую осеннюю гамму глубокую. И, естественно, главная фишка моего стиля – это все должно сочетаться по цвету и по температурности. Поэтому по цвету у нас сочетаются ботинки и рубашка, брюки сочетаются с носками и все в такой холодной гамме. Я бы образ доработал еще какой-нибудь сумкой мягкой, потому что маленькая сумка здесь будет неуместна. Сумок в сумме достаточно много, но мы уже на сумке, честно говоря, не стали тратить время. Сумка мягкая, какая-то такая объемная, приятная. Смотрелось бы здесь здорово. Или графичная, твердая, но не такая маленькая, как моя. Ну, даже с ней прикольно. То есть это такой образ для недели мода, например. Да? Угу. И мы можем этот образ усложнить. Сюда же может свернуться пиджак серый. И мы можем его набросить просто на плечи. Вот. Да? Или еще чем-нибудь усложнить. Нет, я думал, пора переодеваться. И выпить немножечко Крапанского. Так, теперь давайте примерим брюки Дрис Ванутен. А мы не хлопаемся уже просто, да? Так, брюки Дрис Ванутен можно теоретически... Кстати, тут два варианта, смотрите. К ним подойдет как бежевый свитер. Такой свитер джемпер Кашемира. Вы смотрите, по температурности красиво пересекается. То есть вопрос не в том, что я всегда к зеленому зеленое подбираю. Можно к зеленому подобрать бежевое. Это красивое сочетание. Либо мы можем доиграть здесь тему серого цвета, а серый тоже красиво смотрится с какими-то контрастными цветами. Поэтому серый бежевый джемпер я обязательно рекомендую приобрести. Они будут всегда классным подспорьем для сочетания вещей друг с другом. Это так называемая соединительная ткань. Джемпер мы наденем прямо поверх белой футболки. Футболка на мне Bottega Veneta. Но, как вы понимаете, футболку вы можете купить и в доступном магазине. Это может быть футболка Uniqlo, например, или H&M, или Zara. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений и, естественно, финансовых возможностей. И мы сейчас поверх этих брюк и джемпера наденем классное серое пальто Louis Vuitton с накладными карманами. Так, и обуемся мы в Margiela Tabi Boots за 66 тысяч рублей. Так, здесь нужно, смотрите, фишечку такую проделать. Так как здесь действительно между пальцами есть вот такая прореха, нужно носочки вот так вот запихнуть себе между пальцев и потом уже обуваться. Ой, какие они мягкие. Ой. Нашел? Ой. Ой, у меня пальцы короткие. Ну вот вошел, да. Да. О! Ой, вообще. О! И мы можем даже сюда интегрировать вот эту сумку Saint Laurent Rivgosh. Она здесь оправдана цветом брюк. И мне нравится, что сумка глухая по цвету, это хлопок, а брюки блестящие. И текстура очень здорово соседствует, мне кажется. То есть сумка немного успокаивает текстуру брюк, а брюки делают сумку чуть-чуть более нарядной. Вот такой у нас образ таби-бутс на каблуках, при этом, мне кажется, выглядят они как шампанское. Итак, на мне таби-бутс Марджелла, мне кажется, что, несмотря на каблук, выглядят они достаточно брутально. Брюки мы соседствуем, что я несу. Чего это тебе соседка? Короче, берешь таби-бутс на каблуках, надеваешь брюками в зеленых листочках, успокаиваешь все это серым джемпером, сверху накидываешь пальто. Пальто на мне сложный, это пальто Louis Vuitton от Virgil Ablo, но пальто может быть и базовым серым, без накладных карманов. И в руках появляется вот такая сумка-пакет, сумка-мешок или шоппер, выглядят в очень прикольном месте. Я бы так оделся, мне еще нравится, что здесь шнурочек торчит, что все так небрежно, можно специально оставить немного торчащую белую футболку, чтобы наряд выглядел так, будто бы вы не старались, выглядит просто все очень классно. Мне нравится, я бы так оделся. Хотите узнать, сколько этот образ стоит полностью? Давайте считать. Сумка 68, пальто. Пальто, представить, сколько стоит. Начинаю уже раздеваться. Ой, ну кстати, я думал, что пальто будет дороже. Пальто стоит 257 тысяч рублей. Я думал, что они полмиллиона на него поставят, честно говоря. Джемпер 69, это кашемир, это уже 400. Футболка. 17, это 417. Брюки 43, это 460 тысяч рублей. И Маджелла Таби Бут стоит 66, я точно помню. Это 530 тысяч рублей примерно стоит мой образ. Давайте обсудим важный момент. Мы вроде бы сейчас говорим о том, что мой образ стоит 500 с лишним тысяч рублей. Это правда дорого, я все прекрасно понимаю. Но на мне брюки, которые я могу надеть с чем-то другим. С объемной белой рубашкой, с белыми кедами, с черными классическими ботинками. То есть это инвестиция в целом в гардероб. На мне серый кашемировый джемпер, который никогда не выйдет из моды. Это тоже инвестиция. И кашемировый джемпер, если вы можете себе купить, купите. Он будет служить вам реально очень долго. Белая футболка, база. Серое пальто, база. И даже стоимость по 257 тысяч рублей вполне оправдана. Потому что, во-первых, это известный бренд. Во-вторых, здесь есть какие-то важные отличительные моменты. В частности, вот такой вот кожаный карманчик брендированный. И пальто, конечно же, себя наверняка отработает. То есть, в какой-то степени это очень дорого. Но мы помним, что мы живем по средствам. Но при этом все вещи, которые сейчас на мне, вполне могут быть инвестицией. Вот и все. И, кстати, можно сейчас еще кое-что провернуть. Это будет очень красиво. Итак. Я надеваю свою любимую вещь. Которую не могу себе позволить. Но мог позволить себе взять ее. Примерочно. Ой, вообще. Мамочка. Это вот такое. Меховое пальто, халат, ловитон. Заметьте, на мне все то же самое, что было до этого. И как это круто выглядит вместе. Да. Ой. Что тебе тоже надо выпить? Это очень красиво. Я бы так оделся. Я себя сейчас чувствую просто. Вообще нереально конечно вещи. Очень важную роль в моей жизни играют. Они прям дали какое-то совершенно невероятное состояние. Ну, это еще и шампанское конечно. Но мне очень сейчас классно. На мне сейчас нарядные брюки. Но как только вместо нарядных брюк здесь появятся просто джинсы, этот образ хуже не станет. Он станет чуть более расслабленным, чуть более легким, чуть более повседневным. Поэтому даже покупая что-то нарядное, всегда используйте мое любимое правило нейтрализации вещей. Вы их можете успокаивать чем-то базовым. Ну и конечно же никто не запрещает вам наряжаться так, как сделал сейчас я. Я чувствую себя просто на миллион долларов. А вернее на миллион с лишним рублей. Потому что я должен вам озвучить сколько стоит эта шуба. Эта шуба стоит 1 миллион 240 тысяч рублей. Если кто-то из вас может мне ее подарить. Пожалуйста, подарите мне эту шубу. Она просто супер. Покупать ее сегодня, к сожалению, не буду. У меня нет такого бюджета. Ну ладно, микро шорты Сен-Лоран возьму и хватит еду. Отказать себе в примерке этой вещи я не смог. И заметьте, мы используем сейчас эти брюки, этот свитер, эти брюки как базу, как основу. И на них уже нанизываем что-то интересное. Здесь даже классно будет смотреться. То есть мы оставляем опять все то же самое. Надеваем просто бежевое пальто. И все. Вуаля. Это, кстати, тоже пальтовый бетон. Мне слегка маловато. Но я в последнее время так себя избаловал оверсайзом, что когда вещи сидят по фигуре, меня это чуть-чуть стесняет. Хотя в целом все корректно. Смотрите, плечи на месте, длина рукава корректная. Здесь у меня нигде ничего не тянет. У меня есть достаточно места внутри пальто. И здесь еще есть шлица, которой обязательно нужно будет. Ты видала фишку? Нет. Это шлица, как у нас. У нас реально в рогов шоп. Точно такая же шлица. При этом это зима, которая уже закончилась. Ну вот как так, а? Ну вот реально такая же. Кстати, еще одна фишка. Можно носить свитер всегда как шарф. Тоже прикольно. Да? И у нас еще есть вот такая классная рубашка Bottega Veneta за 200 000 рублей. Мне очень нравится сочетание текстур. Что брюки очень праздничные, очень мягкие и блестящие. А рубашка и все остальное матовая. Очень красиво смотрится вместе. Милдер тоже оделся. И сверху может быть еще один слой. Можно даже взять опять пальто L'Ouilleton. Надросить на плечи. И смотрите, какая у нас интересная игра многослойности. Получится темный серый, который пересекается с серым отливом на брюках. Здесь светло-серый, который соседствует с серым пальто. Очень красиво вместе. Ой, а ботинки просто очень удобно. Ну, что я тут должен сказать? Ничего. Ну, на самом деле мне все нравится. Мне очень нравятся кроссовки. Единственное, что нам их примерочную дали в 43 размере. У меня 41-42. Я бы их поменял и даже, наверное, купил бы. Мне нравятся, что они такие странные. Такая альтернатива белым трекам, в которых я пришел сегодня на съемку. Футболка белая все та же. Я думаю, что она останется во всех комплектах. На мне серые треники Off-White. Мне очень нравится ткань. И мне нравится, что они внизу на резинке. Но мне жутко не нравится фасон. Смотрите. Они очень узкие на бедрах. То есть, смотрите, здесь почти не тянутся вот этот весь объем. А внизу они очень объемные. Я люблю, когда все наоборот. Здесь много, чтобы они были широкими и такими расслабленными. А вниз, наоборот, поменьше. Поэтому я бы взял либо еще на два размера больше и перешил. Но перешивать треники это странно. Поэтому, наверное, нужно просто взять, в примерочное, было бы еще 3-4 пары треников и уже определиться на месте. Но, в целом, как комплект мне очень нравится. Мне нравится, что мы не доигрываем неоновую надпись на рукаве. То есть, если у вас есть куртка с неоновой надписью, это не значит, что нужно ее надеть с неоновыми кроссовками, неоновым топом и еще с неоновой сумкой. Этой надписи достаточно. Мы должны ее упростить. Поэтому здесь футболка. Поэтому здесь серые треники. Поэтому здесь белые кеды. И она выглядит корректно, прикольно. И меня в данный момент не смущает. Это такая классная ирония. И в руках, опять-таки, у меня могла быть какая-нибудь объемная сумка мягкая. Или, может быть, какая-то маленькая, дурацкая, кожаная сумка. Это классный наряд для прогулки, для поездки куда-то. Я себя чувствую очень комфортно. И при этом нарядно. Сексуально, дерзко, модно. Я, блин, себя побываю. Тоже монтируешь тизер, да? Ма-ма-ма-монтируешь тизер. Ма-ма-монтируешь тизер. Ма-монтирую. Подожди, мне нужно что-то сделать важное. Шампанское, конечно. Глотовчик. А то сих жирительной влаги. Давайте продолжим. У нас еще здесь 346 комплектов. Мы сейчас наденем серые брюки, которые шли, кстати, в комплекте с пиджаком. Когда я рано радовался, что мне 48-ой подошел. Так, брюки размер 50. Так. О, малые. Супер. Ой, это что? Еще одни брюки. Они 48, да? Еще мне даже 50 нарезали. Да я не буду их застегивать, ладно? Вот так все. Вот так все. Так, я предлагаю прямо на носки обуть вот эти шляпы. Боттега. И надеть этот затейливый свитер. Кстати, свитер Боттега Венета в моих руках сейчас за 131 тысячу рублей. Но весь этот образ, к сожалению, не отправится ко мне домой. Потому что вы уже поняли, да? Брюки не малы. Свитер этот в 50-ом размере. И он тоже, скорее всего, будет сидеть сейчас слишком по фигуре. Что? Привет, вы смотрите Rogue of Life. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Смотрите, у Боттега Венета сейчас все основывается на плетении. Потому что плетение, плетение на сумках, на обуви – это отличительная особенность дизайна бренда. И дизайнер новый использует плетение по максимуму. И здесь тоже отдельно вывезен рукав. Видите? Вот это все – это отдельная деталь. И потом это интегрируется уже в сам свитер. Но вообще, как концепт, это симпатично. Мне нравится сочетание оранжевого и серого. Запомните, серый всегда уравновешивает оранжевый, розовый, яркий, красный цвет. А яркий синий, серый всегда сделает эти оттенки более благородными. Можно было бы, кстати, добавить сюда эту же сумку. Смотрите, сумка по цвету пересекается с цветом вот здесь. Видите? Я бы наделал что-нибудь еще сверху. Возможно, пальто светловатое. Ну, как вариант, например. То есть это может быть пальто. Единственное, что в этом комплекте пальто убивает весь эффект от свитера, потому что вы не видите, как вывезаны рукава. Но по цвету уже все красиво-красиво, очень корректно. И когда вы появитесь где-то, сделаете вот так. И все просто обалдеют от вашего невероятного оранжевого джентера. Мне хотелось бы, чтобы получить побольше. И запомните, уже давно можно и нужно носить тапки с носками. Особенно, если это Bottega Veneta. Ну, ты умеешь вот так, смотри. Сейчас. Ой, сейчас, подожди. Что? Сейчас, ты готова? Да. Я тик-ток насмотрелся. Подожди. Продолжаем примерку, да? Но свитера нет, да? Маленький, ты же видишь. Берюки тоже малые, ты же видишь. В общем, из-за этого мы ничего не берем, правильно? Угу. А еще, кстати, было бы прикольно. Вот сейчас попробуем. Снимем сейчас серые брюки. Джинсы. Которые тоже не будут малые, естественно. Тогда москинь ее надевал. Впихнулся? А? Впихнулся? Да. Ну, короче, можем взять джинсы. Смотрите, синий цвет делает оранжевый чуть более ярким. И мы можем обуть вот такие белые нереальные казаки. Это казаки в атман. Вот. Так с видой эффект не выглядит, мне кажется, да? Вот с голубыми джинсами, белыми казаками. Это выглядит прикольно. Вот мое пальто сейчас сюда нужно, чтобы она добавила. вот лук. Как бы я оделся. И сумку бы белую свою взял, да? Да. И сумку ловитон белую свою взял бы, было бы идеально. Таким образом, мы сейчас взяли мое пальто, которое уже давно в моем гардеробе живет. И интегрировали в новый комплект одежды. И бежевое пальто, серое пальто – это просто инвестиции на все времена. Давайте продолжим. Осталось еще несколько комплектов и все. Шампанское выпей. Да, выпить шампанское. Боже, я так устал мерить одежду. Вот вы думаете, вот все эти фэшн-блогеры, и я в том числе, вот это все меряем. Мы вот это все делаем. Это жутко сложно. Это все выматывает невероятно. Так, сейчас будет эротика, поэтому выключай. Я делаю черные брюки. Это брюки Rick Owens. Мы их взяли уже в последний момент, просто чтобы у нас была некая основа для пиджаков. Так, я сейчас снова обую вот эти казаки в атман. Сейчас я вот это надену под гузник. Я только ноги снимаю. Да, ноги хорошо. Ноги – это единственное, что мне можно снимать. Вообще, это очень даже секси, да? Но это еще не все. Круто. Шу там вообще восторгается, я вижу. Итак, я надел черные брюки. Вот смотрите, как можно простые вещи сделать более чудаковатыми при помощи нюансов и деталей. На мне белые казаки, которые сразу образ делают более нарядным, более интересным. И, кстати, белая обувь – это правда то, что нужно обязательно приобрести. С чем угодно наденьте белую обувь, вы всегда будете выглядеть гораздо интереснее. И на мне вот та самая майка, простите меня, комбидресс. Ну, как вы понимаете, как комбидресс ее носить не надо. Я думаю, что Rick Owens и предполагал, что эта футболка будет носиться на выпуск. И как вот эта деталь усложняет, казалось бы, простой базовый пиджак и простые классические брюки. Пиджак на мне Balenciaga, топ Rick Owens, брюки Rick Owens и казаки Vatman. Вообще, вот это, наверное, мой любимый лук из всех сегодняшних. Да? Мне нравится, я вот так оделся. Еще мне нравится, что здесь очень высокое такое горло. Оно прям такое официальное даже немножко. А потом здесь неофициальные трусики торчат. Интересно, а это сам большой размер? Может, у меня сегодня будет фронный вопрос? А вот почему? Сам большой размер принесли. Красиво. Мне очень нравится. Мяу-мяу. А сзади тоже? Да. Привет. Привет. Я хочу ее побольше на размер, потому что мне вот это, видишь, торчит. Ничего у тебя не торчит. Ну конечно. Если ко мне хорошо относишься, поэтому не видишь мою жюра. Те, кто меня не любит, сразу же уже смотрят. А ты не слушай тебя, кто тебя не любит. Ну я же не могу, Амир говорит. Не обращай внимания. У меня же классно. Угу. Амир говорит под камней. Мога-мога-мога. Какой-мога. Что, вас кидали? Вообще. Нам пилися. Ну, кстати, мы еще не напились. А там кончилась у нас кончилась, а у нас кончилась. Так, сейчас будет потрясающий образ, приготовимся всем. вот такой потрясающий образ я решил примерить, показать вам в каких шортах я раньше расхаживал по камергерскому. Такие микро кожаные шорты. Это джинсовые, Саша. Кожаные? Ну всё, это шрампанское. Вот на мне микро джинсовые шорты от бренда Saint Laurent. На мне вот такая рубашка-гавайка шёлковая от Valentino. И на мне потрясающие белые, кстати, красотки, правда прикольные, кеды от Александра McQueen. Вот прям их рекомендую. На самом деле, если вы отправляетесь на курорт, вы можете себе позволить в таких коротких шортах ходить, как это могу себе позволить я, то почему бы нет? Но, пожалуйста, давайте сразу договоримся, что это шорты не для города. Это шорты для курорта. Если вы поехали на море, если у вас всё в порядке с ногами, и вы можете их показывать общественности, тогда почему бы нет? Единственное, что сверху, наверное, я надел бы не такую рубашку, просто футболку. Это было бы более чем достаточно. А так, ну, в качестве прикола, знаете, есть такой стилист очень крутой, он мне очень нравится. Его зовут Люк Джефферсон Дэй. Это стилист GQ. И он в таких шортах ходит по городу. У него ещё в одну штанину сваливается его причиндал. Но это его фишка, то есть он всегда в коротких шортах везде, его везде публикуют. Именно в супер коротких шортах, в ковбольских шляпах, с каким-то обвесом. Соответственно, если это стиль, то я уже не могу ничего против сказать. Но если это не стиль для вас, то только на курорт. Договорились? На ноги мне ничего, да? Вообще бомба. Ну что, мне кажется, на самом деле всё. Есть ещё пара пиджаков, которые я применяю, но я больше не могу. Всё, закончим? Давай закончим вот так. Лучше здоров. Ну, в общем, на этом всё. Спасибо вам большое за внимание. Мне кажется, получилось неплохо. Спасибо, что сходили вместе со мной по магазинам. Кстати, я вам не расскажу, что в итоге я купил. Я думаю, вы увидите это в моём Инстаграм. Так что следите за моим Инстаграмом Александр Рогов, следите за моим Инстаграмом Рогов Лайв, следите за моим Инстаграмом Рогов Шоп, следите за моим Инстаграмом Саши Донтач, следите за моим ТикТок. Правда, я там пока ещё ничего не постил. Заходите, делайте покупки на rogovshop.ru, заходите в ЦУН. Здесь можно найти классные, интересные вещи. И увидели, что многие из них стоили не так дорого, как много им вам кажется. И вообще, давайте помните о том, что несмотря на то, что я показываю мужские луки и вроде бы рассказываю о мужской моде, очень многие советы мои могут на практике применить и девочки. О цветовых сочетаниях, о комбинированности вещей, о тактильности, о сочетании принтов и так далее. Так что будьте собой, будьте самыми красивыми, самыми волшебными, самыми потрясающими, самыми стильными. И никогда не одевайтесь так, как сейчас одет я. Договорились? А, я забыл вам сказать, что с вами был Александр Рогов, это Рогов Лайв. Лайв. И я забыл вам сказать, что с вами был Александр Рогов. Ваш самый любимый влогер, самый любимый стилист, самый любимый человечек и самый любимый все. Так, все, мне кажется. Какой чиколотино. Какой чиколотино. 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 Смотри, какая цепура на блачке. Все, хватит, пойдем. В общем, у нас два выгода. Первый. В цуме есть чем поживиться. Добавил, что тебе подарок. Спасибо, Саш. Держи. Не себе, так тебе. А второму вот и в кабинке шу. Очень пьяное шампанское. Вот шу с одного бокала, а так убрались. С двух. Ну как мне, один тебе. В общем, еще раз с вами попрощаюсь. Это был Рогов Лайф. В вами Александр Рогов. Ваш самый любимый влогер, самый любимый стилист, самый любимый телеведущий, самый любимый Че Ла Ви Че. До встречи. Хоть бы сказать, на следующей неделе, в воскресенье в 9.00. Но вы помните, что по воскресенье в 9.00 на СТС. Вы можете смотреть мое шоу уроков города. Все, пока. Всем привет. Это Рогов Лайф. С вами я, Александр Рогов. И сейчас мы снимем влог, как я возвращаю вещи обратно в ЦУМ. Пойдемте, вернемся нахрен. Все, да? Боже, это самый лучший влог, я считаю, который мы снимали когда-либо. Он уникальный, он особенный, он наполнен эмоциями, драйвом, сломом, драмой какой-то невероятной. Это было просто неистово. Ты шутишь? Ну, драйвовый нет. Мне кажется, очень. Ой, все, шу, выключай.